Как реагирует в Соединенных Штатах Америки на очередные угрозы Путина ядерными бубенчиками, которые у него там осталось, которые он уже наочно демонстрирует, вот как могу. Удалось избежать шадауна, но вот что будет с помощью Украины и где-то решительная стезя для Майка Джонсона, найдет ли он верный путь. Меня зовут Ирина Узлова, со мной традиционно еженедельно о главных событиях в Украине, мире и Соединенных Штатов говорит Юрий Рашкин, общественный и политический деятель из Соединенных Штатов Америки, а также депутат окружного собрания округа РОК в штате Висконсин. Юрий, здравствуйте, рады вас видеть, слава Украине. Героям славы, рад видеть вас, приветствую наших зрителей и слушателей. Благодарю, что находите время. Ну, как видим, шадауна опять удалось избежать, но в то же время ждем-ждем ключевого решения, ключевой недели, которая, по всей видимости, предстоит для нас и уже будет очевидно хотя бы, может, какие-то временные рамки того, когда будет проголосована помощь Украине. Джон Херст, который был послом США в Украине, очень хороший наш друг, который часто включается и в украинские эфиры, говорит, что решение именно Джонсона является ключевым. Он может передумать о помощи Украине, но еще не готов. Или уже готов? Чего нам ожидать от этой недели? И что может на решительность Джонсона повлиять помимо Трампа? Пока что спикер Джонсон согласен на то, чтобы продвинуть финансирование нашего государства на еще несколько дней, на еще неделю, на еще пару недель, чтобы дать законодателям возможность поторговаться и пытаться определить уровни финансирования агентств, которые уже мы находимся в 2024 году, и мы проталкиваем все это на несколько недель вперед. Это создает ощущение и кризиса, которое для нас привычное, а с другой стороны, как бы необходимое для того, что произошло действие, с другой стороны, это к тому же еще отвлекает политиков от того, чтобы они занимались своей избирательной кампанией, ушли, у них же есть свои приоритеты, сейчас нужно там деньги собирать или встречаться с избирателями, а тут они застревают, никак не могут решить проблемы, все возвращаются. Но это покупает время, когда можно сказать, извините, какая Украина? Мы сейчас решаем насущные вопросы здесь, и для спикера Джонсона это политика, это тактика, которая задержка, такая же задержка, как у Дональда Фредовича, когда они просто пытаются оттянуть решение таким образом, понимая, что время играет на руку им и вредит их противникам, потому что время, которое Соединенные Штаты не помогают Украине, так как мы должны эти 60 миллиардов долларов, сколько бы из них уже было потрачено, какую роль они уже могли бы сыграть, просто сколько жизней могли бы быть спасены, а вместо этого происходит еще задержка, еще на одну неделю, когда это будет решаться. Возможно, на этой неделе соберут голосальный discharge petition, но тогда начнут тихо часы, и нужно будет еще ждать какое-то время, когда можно будет поставить проект на голосование вне зависимости от того, что хочет спикер Джонсон. Более того, демократы уже даже дали понять, Хаким Джеффри, глава демократической фракции в Палате представителей, сказал, что они согласны дать своим членам поддержать спикера Джонсона, если они того хотят, если когда его должность поставят на пересмотр, как это обещает сделать Марджери Тедлер Грин, если он поставит помощь Украине на голосование. То есть демократы уже согласны помочь ему, несмотря на то, что он и демократов ни о чем не просил и не может просить, потому что это переговоры с врагом. Но, опять же, он не может, честно говоря, долго продержаться, если он будет таким спикером от демократов. На демократических штыках долго не просидишь. Поэтому спикер Джонсон оказался в такой ситуации, когда он и выражает точку зрения Трампа. И потому что Трамп и республиканская пропагандистская машина продолжают влиять на избирателей, он также отражает все больше точку зрения своих собственных избирателей, что печально. И я не знаю, как мы можем эту ситуацию обойти. Мы смотрим сейчас на то, что президент уже обсуждается факт передачи четырех оборудований, оружия Украине до 4 миллиардов долларов, потому что это цифры, потому что это будут уже теперь невосстановленные запасы. Это говорит о определенном уровне боеготовности, боеспособности Соединенных Штатов. И если мы, ну так, я так размышляю на секунду, что если мы согласимся передать Украине это оружие, это, наверное, в каком-то смысле говорит о том, что мы не так уж обеззабочены угрозой от России. Это, конечно, отдельный разговор. Но если мы не держимся за все, что у нас есть, а при этом продолжаем помогать. Но я просто был рад видеть, что тут Голландия дала помощь на 2,5, больше 2 миллиардов долларов. Сейчас идет давление на Джонсона. Демократы сказали, что спасут. Еще одна редакторская статья «Вашингтон-По», что надо помогать Украине. Но сейчас вышел очень интересный опрос, когда просматривается поддержка в Америке, помощи Украине. И мы видим, что среди тех, кто, среди республиканцев, поддержка позиции, что мы уже слишком много помогаем Украине. Их было 59% в ноябре, а сейчас их 55%. То есть это количество тех, кто считает, что мы слишком много помогаем, даже на самом деле чуть-чуть упало из-за того, что действительно происходит перед глазами у людей. А с другой стороны, точка зрения демократов, которые считали, что мы слишком мало помогаем Украине, их было 17%, а сейчас их 40%. То есть поддержка очень выросла среди демократов, и это дает, опять же, поддержку Украине. Но это говорит о том, что вопрос Украины стал политизированным еще больше и больше. Тот факт, что у меня на моей футболке одновременно и украинский, и израильский флаг, говорит о том, что я как-то в Америке так редко уже кто сейчас думает. Потому что люди стали все больше и больше как бы по партийной принадлежности. Есть еще демократы, их достаточное количество есть, особенно русскоговорящие, то есть два человека, наверное, которые поддерживают и Украину, и Израиль. Но тут я просто рад, кстати, отметить факт, что Израиль стал поддерживать больше Украину, и поступили новые, что наконец Израиль вроде бы пробудился от той, знаете, пророссийской позиции, которую мы знаем, кого Россия поддерживает, Хамас. И Израиль теперь сказал, что они передадут Украине системы ранней сигнализации, которые до этого отказывались передавать. Так что смотрите, даже Израиль, оказывается, может проснуться и пробудиться, и помогать Украине. Так что ситуация здесь, со всех сторон идет давление на спикера, но он оказывается в такой ситуации, когда он не может принять другое решение, чем то, где он оказался. Теперь вопрос, как его могут вышибить либо из этой позиции, либо протащить законопроект без него. Но я просто не могу себе представить сценарий, когда он ставит помощь Украине. Либо это должно быть опять какой-то безумной сделкой. Он говорит про границу, ему предлагали границу, он отказался. Он может сказать опять, что он говорит, что ему нужна опять граница, и опять попытаться затянуть вот это все, но это просто задержки. Поэтому опять нужен будет, значит, discharge petition. Я надеюсь, что на этой неделе, что когда мы с вами в следующий раз встретимся, мы уже будем говорить о discharge petition, как о чем-то, что уже подано, и что часы начали тикать, и что время идет. Потому что мне трудно представить, как законопроект, несмотря на какое количество помощи не было бы за Украину двух партийных, чтобы Джонсон поставил это на голосование на этой неделе. Если Украина проиграет, НАТО будет воевать с Россией, это говорит глава педагогона Лой Тостина. В очередной раз кровавые российские шахеды летят на наши головы, умирают трехмесячные украинские дети. Навального убивают и хоронят после шантажа трупом, просто в таких условиях, чтобы никто ничего не увидел, но люди выходят. Как вы полагаете, Юрий, все это вкладывается в тот пазл изменения количественного числа поддержки Украины, когда видят вот такие зверства по всех фронтах, просто и угрозы от Российской Федерации, американцы, как республиканского, так и демократического крыла выбора? Я вижу, что сейчас все усилия, все новости, которые сейчас поступают, они даже не проходят через партийную призму, они уже проходят именно просто через призму этого законопроекта о помощи Украине. То есть смотреть на смерть Навального в том смысле, как сказал президент Байден, надеюсь, это поможет, чтобы прошел законопроект помощи Украине. То есть все это идет заточено именно на эту ситуацию. И поэтому мне больше интересно даже наблюдать разностороннюю реакцию в Европе на то, что происходит в России, на действия России, на продолжающиеся криптоатаки, кибератаки, простите, кибератаки России, кто как это влияет на мнение политических лидеров, потому что в Соединенных Штатах мы видим, что происходит очень интересный, если так можно сказать, интересный раскол в обществе и раскол в республиканской партии. И раскол в республиканской партии, который оказался, прошелся по Путину. И мы видим, что республиканская партия и поддерживает Трампа и его желание остановить помощь Украине любым способом. И мы видим, что импичмент против Байдена шел через агентов Кремля. И это все было скормлено республиканцам, которые это съели с удовольствием, потому что это то, что они хотели. Они хотели информацию против Байдена, а не получили информацию против Байдена. Фейковую, не фейковую, оказалось, что их это не волнует. Появился Такер Карлсон, который стал обслуживать и показал, что легитимизировать Путина. Вы знаете, тот факт, что Такер Карлсон отполз от Путина и сказал, знаете, вот эту идею по поводу идентификации, это так тупо. Конечно, это тупо, но это нужно было сказать в лицо Путину, когда ты с ним сидел. А когда ты отбежал от этого, это не считается храбростью. Это считается каким-то проявлением хитрости или такой двуличия, лицемерия, которое проповедует Такер Карлсон. А сказать в лицо злу, что он делает, у него этого не хватило смелости. Извините, на Западе это не котируется. На Западе помнят, что Такер Карлсон сказал, что он надеется, что Россия победит и Украина проиграет. Поэтому тут уже как бы после этого можно рассказывать, что вы думаете по поводу идентификации. Это как-то уже детали. И кроме этого, конечно, меняющийся республиканский электорат, который стал больше поддерживать и Путина, и Орбана, и вот всех этих прозападных, не прозападных, а пронелиберальных правых политиков, которые оказались все вместе в этой лодке с Кюаноном. Оказался и Трамп, и Путин, и Орбан, и все те, кто их поддерживает. И надеюсь, что у людей просто открываются глаза, и они понимают, что поддерживать Трампа, это поддерживает Путина. И что поддерживать Украину, это означает поддерживать либо Ники Хейли, либо Байдена. Все. И другого президента не будет, и другой республиканской кандидата, который поддерживает Украину, кроме Ники Хейли, нет. Нет. После этого можно просто говорить, что ваши личные ценности совпадают, но, по крайней мере, факты нужно признать. Ой, Юрий, мне кажется, мы с вами несправедливы. Поддерживать Трампа, поддерживать Путина. А вот Виктор Орбан, премьер-министр Венгель, говорит, что Трамп вообще может заканчивать любые войны, поедет к нему во Флориду это все обсуждать и верит в него, а мы с вами нет. Как-то ошибаемся? Мы абсолютно ошибаемся, и только Виктор Орбан понимает на самом деле, где нужно Виктору Орбану быть. И это во Флориде, там тепло, там приятно, можно, так сказать, скупиться, сувениры приобрести какие-то, футболки такие достаточно большие. У нас в Америке все большое, знаете, не какая-нибудь там бедная страна, большие размеры для таких людей размеры Виктора Орбана. Так что все у нас есть, и есть задница, в которой Виктор Орбан может вылезать. Это очень интересное сочетание нашей республиканской партии и Трампа, и Орбана, и всего этого в одном салате под названием, я не знаю, Флорида, где собираются самые странные люди почему-то. Потому что Трамп не может покинуть, в принципе, Соединенные Штаты, кроме как если он бежит в Ростов, но, в принципе, он кандидат, а кандидат обычно не покидает свою страну в год выборов, особенно когда он говорит про изоляционизм. Как бы все мы центр мира, мы пуп во Вселенной, все должны, значит, все вращается вокруг Дональда Трампа. Весь мир, вся планета, мировоззание вокруг него. Поэтому тот факт, что Виктор Орбан и кто-то другой, кто считается главой действительно действующим политиком и, главное, самое главное, поддерживает Дональда Трампа, хочет навестить Дональда Трампа и вылезать его лично, так сказать, приехать к нему. Это полностью совпадает, так сказать, с желанием Трампа быть, ну, типа крутым мужиком, типа Си Цзиньпина, которому тоже, знаете, разные лидеры ездят к нему. Вот тоже, пожалуйста, все пожалуйте, а потом, значит, хан Трамп выдаст вам ярлык, и вы будете править вашей австро-венгерской империей. Это какие-то такие странные исторические параллели возникают, когда размышляешь об этом. Но это просто люди расчехляются. Мы видим, с кем Виктор Орбан, с кем Путин, с кем Трамп. И часть проблемы нашего противостояния с этим злом – это то, что мы все время на один шаг отстаем. Мы все время пытаемся говорить, подождите, у них уже там конференция, они там давно уже с нацистами общаются, подождите. То есть вы хотите сказать, что вот этот нацист и вот этот фашист, у них как так может быть, а у них что-то общее? Да, Виктор Орбан и Дональд Трамп вместе, и они должны быть вместе, и они сидеть, наверное, должны вместе в одной кафетерии в тюрьме, потому что это люди, которые являются угрозой всему миру. Смотрите, как долго тормозил Орбан, чтобы Швеция вступила, наконец, в НАТО, и как важно, как изменился, мне кажется, дух организации. Просто видно отсюда, когда вступила Швеция, и я хочу поздравить, поблагодарить Финляндию, которая уже сказала, что их оружие можно использовать на территории России. Пожалуйста, никаких ограничений от финнов. Вот какие союзники нужны. А мы в это время еще церемонимся и пытаемся просто показать, что Дональд Трамп может проиграть, но не в суде. Ну, суд у него оказался под контролем. Ну, на выборах, на выборах-то там есть вопросы. Но, в конце концов, интересно, что не Украина, а права женщин. Это то, что, я думаю, спасет Америку и свободу, и демократию во всем мире. Кто бы мог подумать? Случаются такие неожиданности. Ничего неожиданного не случилось 29 числа, когда Путин 26 минут ругал вражеский Запад на падениях, но при этом анонсировал, что будет впоследствии трагически, и ядерное его оружие, и боеголовка из одного его места в полной готовности стратегической. Патрон потряс ярцами, испытаниями и запусками ракет из этих установок, ну, не с ядерными боеголовками, но, тем не менее, вот такими имитационными в небо. Министерство отступления Российской Федерации об этом пробурно отчиталось. А в НАТО довольно скептически оценивают эти ядерные угрозы, говорят, что очередной блеф и шантаж. А как оценивают эти сказанные Путиным очередные, то ли анонсы, то ли действительно, манипуляции в ад даже с вражеского Запада в Соединенных Штатах Америки? Слушали ли это вообще все, и насколько вынимают и видят подтекст и настоящий контекст в его заявлениях? Это рассматривается как выступление диктатора с позиции силы. Диктатор, который чувствует себя окрыленным. Диктатор, который идет на переназначение и хочет выставить свою страну полностью им довольной. Это все время у нас ощущение, что каким-то образом диктатор будет делать нам хорошо диктаторскими методами. Нет, диктатор решает нами свою проблему. И в данной ситуации Путина нужно показать, что он окружен довольными, радостными людьми, которые не могут дождаться своей очереди залезть в пушку, чтобы ими выстрелили дальше, и они, так сказать, выполнили свою миссию. Интересно, что статья заканчивается, в New York Times большая статья по поводу выступления Путина заканчивается реакцией этой самой Ивлеевой из голой вечеринки, потому что она обязательно и было важно засвидетельствовать, сказать, что она считает, что это было правильное выступление, и она планирует голосовать за Владимира Путина на выборах. То есть, значит, это возможность для людей выслужиться. Хорошо, мы это понимаем, мы видим, что люди попадают в такое сталинистское мировоззрение, когда вопрос в том, кто первый перестал аплодировать. Значит, это вот тот, кого арестуют первым. Это старая советская история, и то, что Россия сейчас попала в это мировоззрение, вот им приходится в мировоззрение, в эту плоскость, им приходится так существовать. Это как это выглядит отсюда. Мы из гуманных целей смотрим на это очень издалека и жалеем людей, которые оказались в такой ситуации 1984 года, только это как бы 1984 год, это у них как бы славное прошлое. А теперь они еще дальше уходят в эту сторону. Я вам скажу, Ирина, я был только что на дебатах на днях с человеком, который преподает экономику в России. Это меня просто поразило. Мне было интересно, что происходит в состоянии этой российской науки. Ну, во-первых, это мракобесие, а во-вторых, они просто говорят, что Америке нужно равняться на Северную Корею, потому что смотрите, как Северная Корея поддерживает лидера, а в Америке лидера так еще не поддерживают. То есть там просто зашкаливает безумие. Это понятно, это видно. А то, что Нью-Йорк Таймс пишет об этом и цитирует, это важно, чтобы до нас донесли, что в этой палате у нас вот есть своя палата представителей безумных, а в России есть своя палата. И там тоже безумные, тоже нужно следить в этом смысле за ними, по крайней мере, профессионалам, врачам, санитарам. И тот факт, что Байден собирается, раздумывает о том, чтобы передать эти 4 миллиарда долларов Украине, которые действительно нужны по нашим параметрам, мы не можем их сейчас отдавать. Но ситуация такая, что мы видим, что администрация считает, что, возможно, у них не будет времени и ждать, пока Конгресс придет в себя и очухается, и поймет, что репутация Соединенных Штатов на кону. Как сказал сенатор Митромни, если ваша позиция совпадает с позицией Путина, то вам нужно пересмотреть свою позицию. То вот эти 4 миллиарда долларов, видимо, говорит о том, что мы не особенно в ужасе от того, что может нам устроить Путин с его ядерной угрозой, и мы следим за действиями. А действия там в основном то, что рассказывают, то, что угрожают. Мне интересно все-таки было бы отметить реакцию Макрона в этом смысле, потому что французская реакция здесь интересна своей необычностью. Вдруг появляется лидер, который заявляет, что надо вообще послать туда войска в какой-то момент. Надо об этом говорить. Послать войска в Украину. Что? И Путин, конечно, является ответом этому, когда он говорит, вы только попробуйте, вы сейчас получите. И, ну, как обычно, машет кулаком, и, так сказать, в фигуральном смысле, даже если не буквальном, но посылает угрозы. Угрозы, но ответ на угрозу. Я понимаю, что, возможно, Макрон просто дошел до точки, потому что на Францию продолжают нападать, эти кибератаки, говорят, довели их до иступления, что Путин не остановится, что с Путиным нужно решать проблему. Это, кажется, позиция, наверное, любого здравомыслящего политика, который наблюдает Путина на протяжении этих дней. Интересно, в американской прессе отмечают эволюцию Макрона. От того человека, который говорил, ну, мы не можем, чтобы Россия потеряла лицо, до человека, который говорит, ну, мы не можем дать России победить. Это большая эволюция для политика. Но это, с другой стороны, политик, который, оказывается, видимо, не в очень популярной позиции в собственной стране. И такой выход и смена повестки может политически иметь определенные плюсы. Мы видим, как Борис Джонсон активно выступал за Украину, в то время как его за внутреннюю политику и не следование британским законом съели внутри Великобритании. Так что, возможно, это говорит о определенной надежде Макрона на то, что внутренняя, внешняя политика может помочь ему сплотить его страну вокруг него. Почему бы нет? Смотрите, как Трамп использует, как все, ну, как Путин, черт подери, используют военную тему, чтобы сплотить население. Почему Франции так нельзя? Но когда Франция вот оказалась в такой ситуации, когда они заявляют, а все остальные говорят, нет, 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 откуда такие разговоры, я уже благодарен Франции за то, что они подняли тему. Но я понимаю, что это говорит о определенной слабости на данный момент Запада, который, видимо, еще не готов к открытой войне с Россией. И, видимо, немцы считают, что если Франция готова, чтобы Россия начала по ним стрелять, то Берлин еще к этому не готов. Они еще не отправились от травмы Второй мировой войны. Но Великая Франция способна и понимает угрозу России. Это дискуссия о свободном обществе. Мне не кажется, что тут нужно сравнивать людей с Северной Кореей. Северная Корея и Россия функционируют по стихка очень другим правилам. А то, что западные политики реагируют на Путина и пытаются ему противостоять, и понимают, наконец, что Путину нужно противостоять силой, что нужно ему показывать туда кулак не меньше, чем он оттуда, потому что это язык, на котором вот эта обезьянка понимает ситуацию. Поэтому нужно достучаться туда, видимо, забрав бананы. И то, что в Соединенных Штатах сейчас об этом говорят, это еще одно напоминание тем, что если вы с республиканской партией, с трампистским крылом республиканской партии, не хочу не оскорбить ни одного из замечательных людей, которые поддерживают Никки Хейли в этот невероятно важный исторический момент, то вы поддерживаете Путина. И вот Путин об этом открыто говорит и угрожает обратно, и показывает то, что он считает, что он говорит с позиции силы. Что вы думаете по этому поводу, республиканские конгрессмены и сенаторы? Да, вот интересно, они готовы вообще, если Путин пойдет дальше, давать ему отпор? И все же, революционное заявление Макрона, конечно, даже если это просто словесно, а пока что вызвало целый каскад реакции. В Белом доме также сказали, что не намерены отправлять войска воевать в Украину. По крайней мере, говорил об этом и официальный спикер Совета нацбезопасности при Белом доме Адриан Вотсон. И не только лишь он, но есть и страны, которые не исключают такой возможности отправки в разном формате. Это и Канада, и Литва, и Эстония, и Норвегия, и также Великобритания. Гуманитарные миссии, это вообще вопрос не снимается с повестки дня. Все-таки за заявлением Макрона и реакцией мира на это заявление, и то, что вообще эти дискуссии, даже такая формулировка прозвучала в публичной плоскости, это свидетельствует, Юрий, что призрак большой неминуемой войны, он уже завис в головах западных союзных нам чиновников. Или это все-таки больше пока тоже своего рода манипуляции и словесные предупреждения туда, в бункер? Я думаю, что это все из того, что вы упомянули. Это и напоминание в бункер, это понимание того, что это реальность, и это то, с чем мы сейчас столкнулись, и реакция Макрона, да, это, возможно, первая ласточка того противостояния, но надо отметить, что та новость по поводу Израиля, которую я упомянул чуть ранее, если произойдет, как планируется, приведет к тому, что израильские войска будут в Украине, потому что эта система должна быть установлена, следить за ней должны. Израильтяне, израильские войска. То есть мы видим, что весь мир смотрит на Украину как теперь в каком-то смысле полигон для своих технологий, для своей разведки, для продвижения своих идеологических целей, демократии против авторитаризма. И в этом контексте нельзя терять важность людей Украины, которые должны во всем этом безумно меняющемся мире верить в то, что демократия – это то, что лучше всего отвечает на их проблемы, на их призывы, на их нужды. И я смотрю иногда на заявления наших политиков и понимаю, что они вредят как бы тому, как смотрят на демократию во всем мире. Они показывают, что демократия слаба, что демократия нерешительна, что демократия не может ответить на решительные действия. И что даже когда демократия говорит о том, чтобы нужно посылать войска, что это потом другая демократия показывает, какая на самом деле она слабая, разрозненная, не марширует вместе и так далее. И я хочу еще раз напомнить, что в этом и есть силы демократии, в том, что они не маршируют, в том, что они работают вместе, в том, что мы союзники, а не клиенты. И тот факт, что сейчас у нас в Белом Дое продолжает находиться президент Байден, говорит о том, что как минимум до ноября, если будет атака на страны НАТО, то за это последует невероятно сильная реакция. Почему я это говорю? Потому что ответная реакция не зависит от Конгресса. Конгресс контролирует бюджет, Конгресс контролирует кошелек. Но решение о том, чтобы задействовать наши войска и дать отпор Путину, если он вторгся в НАТО, это решение главнокомандующего. Это политическое решение, которое примет президент Байден. И он не побоится принять это решение, и он это сделает с пониманием всей той исторической важности и силой, и давлением, и ответственности, и груза на нем. Потому что он показывает каждый день, насколько он понимает ответственности. И то, что он не использует эту ядерную риторику так легко, как это делает Путин, говорит о том чувстве ответственности, которое чувствует на себе президент Байден, в отличие от безответственного диктатора России. Поэтому у мира в каком-то смысле есть до ноября точно, чтобы подготовиться и понять, какая будет стратегия, если приходит к власти Трамп. Потому что демократия означает непредсказуемость. Это страшный ужас. И единственное, что я могу здесь сказать в защиту, это то, что один из лучших способов выиграть на выборах, это найти себе очень слабого, очень отрицательного, очень непривлекательного оппонента. Мы видим, как эту идею извращают в России, когда назначают какого-нибудь идиота или Надеждина на оппозицию, потом сами пугаются собственной тени и снимают этого человека. А в Америке это сейчас становится все более популярной идеей, когда вы вкладываете деньги в самого слабого кандидата, сделаете из него главного кандидата, и даже я говорю сейчас конкретно о примере того, что происходит в праймарис в Калифорнии. Потому что там уже называется джангл праймарис, и там главный кандидат выходит на верхний в зависимости от партии. Берут просто верхних. Поэтому главный кандидат, который, скорее всего, выиграет, Адам Шеф, демократ, замечательный конгрессмен против России, понимает всю эту угрозу, вкладывает миллионы денег в слабого республиканца, чтобы поднять, и это работает, поднять его наверх, сделать его вторым. И вот эта сейчас политика, как избиратель, это ужас, потому что мы понимаем, что Трамп невероятно будет близок к власти. Но как человек, который следит за политическими процессами, я понимаю, что у Трампа много-много-много груза на нем, и это также понимает президент Байден. Но если будет атака на НАТО до ноября, а уж даже если Трамп выигрывает просто риторически, то до января у нас есть время. У мира есть время подготовиться к путинской угрозе. Что он по этому поводу мир будет делать, вот сейчас решает. Но с другой стороны, нужно принимать такую маленькую реальную, как сказать, вариант. Как вариант? Что Байден выигрывает, что у нас еще 4 года, что Путин теряет 4 года, и будет 4 года после этого отбиваться от атаки от Белого дома, которая будет вести союз союзных стран против России на поле боя, дипломатически, экономически, в зависимости от того, где это будет нужно. И мы будем намного более сильные позиции через 4 года второй каденции Байдена, чем мы сейчас, так же, как наша демократия, находятся в намного более сильной позиции сейчас, чем она была 4 года назад. Поэтому тут просто важно выставить. Юрий, мне понравится вот такой сценарий, потому что мы только грешим тем, что, и мы журналисты, и веду эксперты наши многие, что обсуждаем, что будет, если Трамп, а вот действительно, почему мы с такой позиции рассматриваем, а что будет, если Байден, и что будет как раз от этого для Путина. И вот такой сценарий звучит гораздо и более реалистичным, и более приемлемым для нас, и неприемлемым для Кремля. Правда ведь? Мне кажется, что я понимаю, что хочется и с разных точек зрения говорить о худшем варианте, но мы не можем игнорировать вариант того, что Байден может выиграть. И это, мне кажется, достаточно реалистично. И просто вот есть такое слово event horizon, когда мы представляем себе какой-то момент, а после этого мы и не задумываемся. Но ведь будет мир после выборов. И в этом мире нужно будет существовать, и на этот мир нужно как-то иметь какие-то планы, частью которых является голосование на выборах, чтобы повысить явку. Но меня очень обнадеживает то, как республиканцы проигрывают все, что-то 79 особых выборов. Наш штат Висконсин конкретно стал намного более либеральный благодаря Верховному суду Соединенных Штатов, потому что республиканцы теряют теперь раз за разом. И все это началось с того, что мы провели референдум, который был даже нереальным референдумом, просто спрашивал население людей по поводу того, что как вы считаете, нужно ли легализовать марихуану в штате Висконсин? Подо 70% людей пришло и проголосовало. Демократы, республиканцы, все. Это подняло явку по всему штату. И в результате мы в 2018 году получили губернатора-демократа. С тех пор мы шагаем и откатываемся обратно, и становимся более либеральным штатом. И, скорее всего, Трамп здесь опять проиграет. Но это процесс, который происходит от выборов к выборам, а в это время Путин не ждет. И тот факт, что мы должны ему противостоять, а в этот момент мы наблюдаем, как наши республиканские законодатели ведут себя абсолютно неприемлемым образом, трудно игнорировать наихудшие варианты. Но это не единственный вариант, который может произойти. Юрий, мы все варианты всегда анализируем, и рассматриваем, и готовимся. А вот так, когда видишь всю картину, то пазл проще собирается и до, и после. И всегда, действительно, да, даже после любого события всегда проходит год, проходит время, и это тоже дает много пониманий и много новых шансов. Спасибо вам огромное за то, что вы много своего времени для нас находите, выделяете, и за ваши комментарии интересные и актуальные. Всегда увидимся через неделю. Ирина, я просто не могу достаточно отблагодарить украинцев, которые и смотрят, и помогают Украине, вообще всех разумных людей, которые помогают Украине, потому что я делаю то, что могу для того, чтобы помочь Украине, потому что я считаю это важным для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. И я знаю, что я не один, и я просто рад делать то, что я могу, чтобы помочь украинской перемоге. И для нашей перемоги у вас цена ведьмин, но все выходит. Дякую, пане Юрию, слава Украине, побачимусь. Героям слава. Юрий Рашкин, общественный и политический деятель Соединенных Штатов Америки, был вместе со мной, и с ним была я, Ирина Узлова. Друзья, спасибо большое, что приходите, смотрите и цените. Приходите к нам еще, верьте в победу вооруженных сил Украины, она обязательно будет. Увидимся. Продолжение следует...